В том числе ветхих 20,5 километров. Предприятие ЖКХ обеспечивает население битвуровой водой через водозаводные скважины или надводные башки. Срок эксплуатации на битву превышает нормативно-допустимое. Продерженность на водопроводных сетей 204 километра, в том числе ветхих 70 километров. В рамках муниципальной программы на заводах этого района реформирование модернизации жилищно-гуманального хозяйства и повышение медицинской эффективности. В 2022 году в Старе подготовки обеда ЖКХ обеденным сезоном проведены ремонты сетей теплоснабжения в количестве 940 метров, сетей водоснабжения в количестве 3 километра. По государственной программе Красноярского края надложены и нужны реформирование модернизации жилищно-гуманального хозяйства и повышение энергетической эффективности. В рамках программы модернизация, реконструкция, предприятие, ремонт объекта коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края в 2022 году Назаровского района выделено 15 миллионов рублей. На данные средства произвели замену капот в количестве 2 километра и произвели ремонт тепловой сетей поселка Тетяги в размере на протяжении 105 метров. В 2020 году администрация Назаровского района стала участником федерального подпорта «Чистая вода», предприятия на постановлении полиции Красноярского края, в рамках которого поселок Креброженский с 2021 года начал реализовываться проект по реконструкции водозаводного сооружения с устройством водоочистного пункта. С краевого бюджета было выделено 4,5 миллиона рублей на разработку СССР. С поселок Креброженский стал первым населенным пунктом Назаровского района, в котором участвовал в объектах с одним из саровыми дорогих объектов, которые реализовывались на территории Назаровского района. В рамках предприятий, субсидий, бюджетов, муниципальных образований, объектов Кухилайловых, объектов Кухилайловых, объектов Кухилайловых, объектов седьмого расслабления под программой «Чистая вода» и государственных программах информировали на организации жилищно-поломонных правительств. В 2020 году Назаровского района выделено из федерального бюджета Российской Федерации 145 миллионов рублей на строительство и участного пункта поселок Креброженского. Все строительные работы были завершены в октябре 2020 года. Объект не был висплодат в декабре 2020 года. 16 декабря для оснащения поселка состоится в чрезвычайном сооружении с помощью нового водопроводного селя. Продолжается выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства, строительства водоческого пункта на дворозаборное сооружение с подключением к водопроводным селам в селе Красная Поляна для давнейшей организации проекта 2024 года. Сегодня невозможно не задолжить отток населения из района, я расскажу о географической ситуации Назаровского района. Численность постоянного населения Назаровского района на 1 января 2020 года составила 20 тысяч на 2 человек, что составляет 97,5, а в предыдущем году 3,9 от общей численности средствами селения Назаровского района. Одной из возможностей удержать население на территории района создание комфортных служебных, жизненных услуг и отдыха. В рамках заключенных соглашений социально-гиномического развития мы продолжаем говорить о нашем социальном партнерах. Это Симага, это Зала Назаровская, это старая сельская компания СОО. Сегодня продолжается практика участия сельских советов конкурса по привлечению средств на обустройство территории. В рамках государственной программы, соответственно, развитию местного самовыполнения, к политическому авторуамборду выделены средства на поддержку муниципальных проектов обустройства территории и повышения активности населения в решении вопроса местного значения. Реализация проекта по поддержке местных средств на экономике инициатив в обеерной практически 12 евро